Вы обращаете внимание на то, что растет у вас под ногами. Подорожники, одуванчики, крапиву можно использовать не только в медицинских целях. Эти растения прекрасно подойдут для приготовления салатов и других блюд. Многие дикоросы употребляли в пищу еще с древних времен. Среди них щавель, лопух, крапива, цикорий, сныть и одуванчики. В них содержится много микроэлементов и они обладают лекарственными свойствами. Во-первых, это реально полезно. В начале роста своего молодые побеги различных дикорастущих трав содержат неимоверное количество полезных, нужных, прекрасных нам веществ, витаминов. Это одновременно и антипаразитарка, и чистка, и иммуностимуляция, иммуномодуляция, витаминизация. В общем, это отличная, шикарная, бесплатная подпитка организмом. Это настоящие бады, бады, бесплатные бады, просто растущие под ногами. Особо даже утруждать себя не нужно в поиске дикоросов, они растут повсюду. Прелесть дикоросов в том, что они есть везде и растут прямо у нас под ногами. Сегодня такие диковинки пользуются популярностью в лучших ресторанах мира. А чтобы блюда получались питательными, готовят их по особым инструкциям. Но не обязательно быть шеф-поваром, чтобы приготовить дикоросы. Вот несколько простых рецептов. Квас из сныти. Для его приготовления нам понадобится сныть, 2 чайные ложки меда и литр воды. Собирать траву нужно в чистом месте, потому что ее нельзя мыть. Это сохранит дрожжи и бактерии. По вкусу напиток будет похож на смузи из сельдерея и белого винограда. Щи с крапивой и яйцом. Берем в воду картошку, морковку, лук, яйцо, специи по вкусу. А в самом конце добавляем крапиву. Перед этим промыв ее и оторвав от стебля листочки.